Всем привет! Добро пожаловать в очередной выпуск про приложения. И сейчас я с вами поделюсь моим топ-приложений за 2015 год. И погнали! И начинаем мы с приложения WanderList. Это программа для создания разных to-do-листов и прочих списков, то есть некая утилита для организации вашей жизни. И я, кстати, о ней уже говорила на моем канале, что мне здесь очень нравится. Все ваши списки вы можете раскидывать по папочкам, то есть у вас получается прямо суперорганизация всех ваших списков. Например, вы можете создать папку Wishlist. И там у вас еще есть несколько списков, например, что вы хотите из мейкапа или из одежды. Соответственно, в итоге у вас получаются красиво организованные списки ваших дел или чего угодно. Также очень хорошо, что приложение позволяет создавать напоминания, то есть WanderList вам еще и напомнит о чем-либо из ваших списков, если вы захотите. Ну и радует то, что каждый пункт из вашего списка можно дополнить разными заметками. И самое хорошее, что это приложение меня ни разу не подвело, ничего там у меня не удалялось, не стиралось, не пропадало. Но очень важный момент, что это все дело еще и синхронизируется со всеми вашими остальными устройствами. Ну и самое клевое, что этот сервис бесплатный. Едем дальше, и я вам хочу рассказать о таком необычном приложении Foursquare. Блин, я, конечно, им пользуюсь, наверное, с 2010 или 2011, вот как только он вышел, я его скачала. Но я просто хочу его отметить в этом году, потому что, когда я, например, летом бывала в центре Петербурга, и мне хотелось найти какое-либо новое место, чтобы пойти покушать, это все элементарно можно сделать с помощью Foursquare. Да и кроме того, это быстро, удобно и очень интересно, потому что ты сразу можешь видеть, например, отзывы, и адрес, и цены, и все подряд. Так что это приложение просто мне ни раз помогло в этом году как-то разнообразить мою жизнь и посетить новые места. Едем дальше, и у нас приложение Exchange. Что же я могу сказать? Это просто конвертер валют. Ну, вы знаете, в какой-то период моей жизни я, наверное, постоянно находилась в поиске адекватного и хотя бы, может, симпатичненького конвертера валют. Ну, и я, в общем-то, могу вам посоветовать это приложение, потому что оно действительно хорошо работает, оно хорошо выглядит, и также у него есть вот такой вот отличный виджет. Так как я учусь за границей, я, опять же, довольно часто проверяю курс валюты и смотрю, что, сколько стоит. Так что, да, если вы хотели найти хотя бы просто нормальненький конвертер валют, то вот, Exchange. Следующее приложение, оно очень важно для меня. И если бы у меня спросили, Катя, какое приложение было вот именно не самым, типа, классным, прикольным в твоей жизни, а вот именно важным, вот прям решающим, то я бы назвала LifeSum. Это приложение мне действительно помогло в совершенствовании себя, своего тела и образа жизни. И оно настолько хорошее, что я бы даже сказала, что оно было какой-то моей отправной точкой. Вот этого моего пути к похудению и к правильному питанию. Оно послужило мотивацией, то есть там все настолько просто и настолько приятно пользоваться, что мне захотелось там правильно питаться, следить, что я кушаю, сколько я прошла. Вот просто поймите, игры, окей, да, это все очень классно, прикольно и весело, но когда приложение, какой-то кусок софта, меняет твой образ жизни, да еще и позволяет тебе измениться, потому что я похудела и добилась определенных результатов, я считаю, что это бесценно. Вот честно, я бы приползла просто в офис к разработчикам, рассказала бы им, насколько я счастлива, что я скачала их приложение. Да, кстати, оно бесплатное. Ладненько, в общем, вы поняли, в каком я восторге. Суть этого приложения в том, что это твой некий дневник, благодаря которому ты можешь удобно следить за своим питанием, планировать свое питание на следующий день, например, прослеживать свою активность в течение дня, видеть статистику, выбирать свою собственную диету, выбрать свою индивидуальную цель. Я еще обязательно затрону тему здорового образа жизни благодаря приложениям на моем канале, так что ждите еще больше видео. Продолжая тему ЗОЖ, хочу вам рассказать о приложении Steps. Что ж, это просто очень достойный, как по мне, простой, хороший шагомер для вашего смартфона. Опять же, очень меня выручило это приложение в отслеживании моей активности в течение дня, в выполнении минимума активности. Сколько ты прошел, сколько ты калорий сжег, сколько ты шагов сделал. Все здесь можно посмотреть. Приложение вам обязательно выдаст статистику. Также здесь есть определенные ачивки. Ну и виджет тоже порадовал. Пробуйте. Лично, как по мне, это очень хороший шагомер. Далее, приложение, которое прям просто отличилось в этом году, это Перископ. Я могу сказать, что мне нравится эта новая социальная сеть. Конечно, сначала я ее как-то не совсем поняла, но потом она, знаете, прям выстрелила. Все начали это смотреть, этим пользоваться. Так что да, в 2015-м однозначно Перископ всем запомнился. И обязательно подписывайся на меня в Перископ. Я там провожу, конечно же, трансляции, общаясь с вами. Ссылка будет внизу в описании. Всех жду. Далее. В этом году я почему-то увлеклась поиском заставочек для моего телефона и моего компьютера. Поэтому хочу отметить приложение Wallpapers. Вот вы знаете, обычно скачиваешь приложение, типа сборничек суперкрутых заставок, гламурненько там все, модненько. Ты скачал, и там какой-то булшит. Потому что картинки разрешением я даже не знаю для чего. Но вот это божественное приложение в большинстве своем предлагает вам действительно HD-заставки для ваших айфонов. Что, штабов действительно много, и я могу вам сказать, что они очень даже неплохо выглядят. Поэтому хочу вам посоветовать именно этот бесплатный спорник заставочек. И на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это топ приложений, которые я отметила для себя в 2015 году. Ставь палец вверх, если тебе нравится видео про приложения. Обязательно напиши внизу в комментариях, какое приложение было самым важным, самым крутым именно для тебя в 2015 году. И скоро с вами увидимся в новых видео. Всем пока!